Доброе утро! Вообще никогда никакой не было. Я просто подумала, что такое ТикТок. Зашла, посмотрела, ужаснулась, закрыла. И как сейчас принято говорить, залипла. Да, да. Ну сначала нет, сначала просто ужаснулась, думаю, что такое, ничего не поняла, вообще ничего не поняла. Потом, не знаю, через дня два зашла, думаю, попробую поснимать. Недели две разбиралась вообще, что это такое, на какую кнопку нажимать, что здесь делать, как это включается, как монтируется, ничего не поняла. Ну и в итоге началась с чего? В итоге первое мое видео было, я сняла как раз Оксану. Так, это, мы так понимаем, главная героиня твоих роликов. Сначала я хотела снимать себя, но я, видимо, не такая красивая и милая, как Оксана, не так хорошо захожу, аудиторий, как она, поэтому вот попробовала ее снять. Но у нее просто, мы знаем, есть свои фишечки. Особенности, да? Особенности. Она не такая, как все кошки. Да. Она не мяукает, она чирикает. У нас есть фрагмент видео, давай посмотрим. Вот еще и танцует. Ну это просто даже милота, я не знаю, как по-другому даже это называть. Тань, вот у нее же есть своя история, почему, как ты считаешь, у нее такой голос, необычный от всех кошек? Ты подобрала ее в гнезде? Почему она чирикает? Вообще, изначально ее подобрала моя соседка сверху, но она сказала, что, Тань, я ее подобрала, она, ты знаешь, сидела у тебя на пороге, прямо под твоей дверью. Я ее себе забрала, но если ты хочешь, ты ее себе возьми. Это судьба. Да, я подумала, что это судьба и, наверное, решила ее взять. Она была маленькая-маленькая, мне соседка говорит, я сначала думала, вообще, крыса сидит, а потом смотрю, нет, котенок. Попробовала, нет, кошка? Но особенность голоса, как ты думаешь, откуда у нее такая? Ну, вот в программе видели видео, как раз такой же мне вопрос задали. Вот, мы знаем, что, да, тебя-то пригласили, вы с Оксаной побывали на Первом канале, расскажите о своих впечатлениях. Да, и там как раз один из первых вопросов был, почему, собственно, она чирикает, а не мяукает. Я когда задалась этим вопросом тоже, думаю, что такое произошло, повела ее к ветеринару. Ветеринар говорит, ну, скорее всего, это из-за того, что она очень-очень долго сидела на морозе, в минус 40, вы знаете, что у нас зимы очень суровые. И звала на помощь, и, наверное, сорвала связки. Ну, сорвала голову. И на совсем, получается, да? Ну, получилось так, что да, что она вот так вот пищит, как, не знаю, птичка. Ну, это ее изюминка, это ее уникальность, это здорово. Можно вопрос у меня? Нет, вот мы знаем, что она Оксана, а почему она Оксана? Это самый популярный вопрос в Тихтоке, вообще везде все спрашивают. Ой, четыре года назад, когда я ее взяла, я тогда встречалась с молодым человеком. Его звали Оксана? Нет. Ну, почти близко. Он пришел ко мне в гости, а я как раз в этот день взяла вот котенка. Я хотела ее назвать мышка, потому что она пищит. Открывая, собственно, дверь, и он заходит, я говорю, смотри, какого котенка я взяла. Он говорит, она похожа на мою бывшую Оксану. Я вообще не планировала так ее называть, вообще не планировала. Но как-то вот мы посмеялись, пошутили, один раз назвали, второй раз потом просто приелась, и я уже даже не заметила, как она стала Оксаной. Тань, после... Да, простите. Нет, нет, давай. После программы видели видео. Популярность, естественно, теперь тебя, как по меньшей мере, я не знаю, как у Ольги Бузовой, и то, и больше, подходят уже за автографами на улице, предлагают сняться в кино, в рекламе нет? В кино нет, но в рекламе, да, предлагают, в ТикТоке. Таня, у тебя, мы знаем, что ролики набирают миллионы просмотров. С каким роликом тебя пригласили на Первый канал? Ну, вот как раз... Что их покорило? Как раз вот который был с танцем. Где Оксана танцует. Да, вот этот танец. Но это ведь не единственный танец, правильно? То есть это с какой-то регулярностью... Это просто самый такой часто просматриваемый, два миллиона просмотров. Два миллиона просмотров. Так, ну расскажи, вот там же были и другие участники, как вообще реагировали на вас, Оксаны? Она покорила всех? Ну, вот ведущих и гостей в студии, я думаю, что да, все прям умилялись и удивлялись, как вот так вот произошло, что она пищит. Но больше всего почему-то их удивило, что она за резинками бегает. Даже больше, чем, собственно, ее тоненький голосочек. Так, итого у нее три уникальных момента. Нет, просто надо сказать, что сколько вот в интернете всяких есть, да, в животных, в частности, кошек, я не очень люблю все это смотреть. Но вот с таким, с такой особенностью, как вот это птичье пение, я не видел еще ни разу, это действительно уникально, очень интересно. Но ведь она еще и при этом ведет себя очень спокойно, когда ты пытаешься с ней потанцевать или поговорить с ней, она абсолютно спокойно реагирует. Все подписчики спрашивают, под чем она находится. Это изначально у нее вот такой характер или все-таки какие-то дрессировки, моменты были? Нет, нет, она сама такая спокойная. Я думаю, что она просто меня очень любит. А сколько ей, кстати, вообще? Ну, в сентябре будет четыре. А, ну то есть уже взрослая состоящая. Ну, то есть у нее еще все впереди, она только начинающая звезда. Зарабатывать в ТикТоке только начала, да. Поэтому, Тань, мы желаем вам успехов, конечно же, творческих. Мы с удовольствием наблюдаем за всеми твоими видео, хотя в ТикТоке особо не сидим, но когда они были в других социальных сетях, про Оксану мы знали абсолютно все. Спасибо большое. Поэтому мы желаем вам успехов, спасибо, что пришли. Побольше подписчиков. Побольше подписчиков и будем, конечно же, рады видеть вас снова. Спасибо. Ладно, всего доброго. Мы с гостями прощаемся с вами, дорогие телезрители. Увидимся совсем скоро. Оставайтесь с нами.